Приветствую друг друга! Валейкум ассалам! Нет слова «слаще» – это слова Расула Канзакова. Я ещё раз вам говорю, ассалам алейкум! Здравствуйте, дорогие наши друзья, коллеги! Сегодня замечательная встреча. Сто лет. Сто лет Расула Канзакова. Шестьдесят лет назад, когда я, ну, почти мальчишкой, шестнадцать летний был, поступил в Ташкентский государственный университет имени Владимира Ильича Ленина на феологический факультет, там впервые я и услышал этот имя Расула Канзакова. У нас был курс «Литература народов эссе». И среди знаменитых, уже известных писателей, уже тогда включало имя Расула Канзакова. Как раз к сорокалетию его вышел его трёхтомник. И мы этот трёхтомник читали, радовались такому замечательному поэту. Он не просто поэт, он действительно гражданин не только Дагестана, России, Советского Союза в прошлом, но он человек мира, он человек планеты. Его стихотворение «Журавли» Оно в своё время, ЮНЕСКО, было признано одним из самых известных, самых главных стихотворений на планете, на нашей земле. Сотни самых. Сколько у нас стран, сколько у нас государств. И вот такое стихотворение, оно вошло в первую сотню таких стихотворений. Я тогда не думал, когда мне было 16-17 лет студентом, что я... Вообще, на моём жизненном пути, очень много было замечательных людей, замечательных встреч, учителей, наставников. И я два раза, мне очень повезло, встречался с Расулом Газатова в Ташкенте. Будучи редактором газеты, его друг Владимир Иванович Тюриков, народный писатель Узбекистана, 25 лет был собственным корреспондентом литературной газеты по Средней Азии. Ну, а Расул Газатов был членом их поведения этой газеты. И он к нему частенько приезжал, а Владимир Иванович ездил туда в Тагестан, к нему гости. И вот однажды вечером мне Владимир Иванович говорит, «Саша, приезжай ко мне домой». А мы с ним соседи, в принципе, недалеко жили. У меня сегодня в гостях будет Расул Газатов. И вот нас человек пять, как мы сели вечером и до утра. Вот это вот память у меня осталось на всю жизнь. Ну, что сказать, стихи здесь будут читать. Я не особый чтец стихов, но стихи о дружбе. Знаменитые строки, помните? «Если верный конь поранит ногу, друг споткнул». «Не вини. А потом опять? Не вини его. Вини дорогу». «И коня не торопись, не меняйте». С юбилеем вас! Всех плачу! Спасибо!